Добрый вечер, у микрофона Майкл Наки, и здесь со мной в студии, как всегда, Екатерина Шульман. Добрый вечер. Здравствуйте. Я напомню, что у нас вовсю идет трансляция в Ютубе, где на каналах Москвы есть трансляция нашей студии. Вы видите там доску, видите там Екатерину, видите меня, и там есть чат, куда можно писать ваше сообщение. И мы переходим сразу к нашей первой рубрике. Екатерина, что на этой неделе заслуживает внимания? Мы с вами в прошлый раз делали выпуск чрезвычайный, лишенный рубрик, посвященный весь одной теме. Сегодня мы пытаемся вернуться к нашей традиционной структуре. Выпуск у нас 28-й уже, как время-то летит. Тем не менее, о том, о чем мы говорили на прошлой неделе, мы будем продолжать говорить, потому что тема наша с точки зрения, так скажем, событийной канвы, она будет следующая. Довольно много вещей одновременно происходит в Российской Федерации, которые, как мне кажется, группируются в некий общий процесс. Вообще, если вы помните, некоторое время назад мы с вами говорили о том, что все, вообще весь новостной поток, можно распределить по трем направлениям. И то, что не укладывается в эти три папочки, то, в общем, не имеет значения, можно совершенно безопасно на это не обращать внимания. Первая из этих папочек у нас с вами были тематические, в основном, городские протесты. Вторая папочка у нас была войны силовиков, плюс то, что происходит в кавказских регионах. Соответственно, в войны силовиков у нас вкладывается вся правоохранительная активность, то, что в публичном пространстве называется борьбой с коррупцией, в общем, разнообразные. Точные и неточные репрессии, это туда тоже входит. И третье — это попытки системы реформировать самую себя, то есть какие-то вот такие вот реформаторские, административные усилия, то, что называют там иногда перестройкой-2 или там каким-нибудь ускорением, модернизацией под разными терминами, это известно. Так вот, обратимся сейчас к нашей с вами первой папке, к городским, преимущественно городским, хотя не только, тематическим, ситуативным протестам. Которая пополняется с какой-то невероятной скоростью. Вот она и пополняется с невероятной скоростью. Значит, она у нас начала пополняться с особенной скоростью, начиная с осени 2014 года, и связано это, естественно, с изменением экономической конъюнктуры, прежде всего со снижением доходов населения, с, скажем так, снижением привычного качества жизни для очень многих людей. И, кроме того, это, так сказать, экономический фактор. А политический фактор состоит в том, что, несмотря на ту картину, вопреки даже, я бы сказала, той картине, которую у нас рисует пропагандистская машина, политическая система наша не молодеет, и, в общем, сильнее централизованнее она не становится. Вот этот вот мутный процесс брожения, который во многих симптомах выражается, он, в общем, характерен для того этапа своей жизни, в который наша политическая система, собственно говоря, вошла. Значит, что у нас происходит прямо сейчас? Интересно, что вот эти вот многие вещи, происходящие прямо сейчас, как-то вдруг активизировались сразу после выборов. Возникает ощущение, что до выборов была какая-то такая временная подморозка, то есть власти федеральные и региональные старались любой ценой удержать спокойствие на подведомственных им территориях, а вот выборы прошли, вроде как все выдохнули, и в момент этого выдоха, да, стало происходить сразу много всего. Значит, происходящее, хоть и укладывается в одну папку, но совершенно не указывает на какое-то одно направление. Мы с вами не будем чересчур прямых логических последовательностей выстраивать, потому что это тоже распространенная ошибка анализа, когда берется какое-то одно событие или даже два, они складываются в тенденцию, и дальше по линеечке эта тенденция продолжается до самого горизонта. Социально-политические процессы развиваются не так. Тем не менее, о чем идет речь? Значит, в Кемерово после той катастрофы, которая там случилась, были достаточно массовые протесты, и было довольно массовое тоже возмущение в социальных сетях и в публичном пространстве тем, как вели себя в этой ситуации региональные власти. Значит, что после этого произошло? У нас после этого ушел губернатор в отставку по собственному желанию. Был назначен ИО губернатора, временно исполняющий обязанности, тот, который, очевидно, пойдет на выборы и, соответственно, станет следующим губернатором, если в ближайшее время не случится там еще чего-нибудь чрезвычайного, не в смысле, не дай бог, такого типа, как там уже случилось, а в смысле вот в этом процессе трансфера власти и деления уже распределенного между местными и федеральными группами интересов. Ну, в общем, если все будет, что называется, подговоренностью, то нынешний ИО и губернатором станет. Но тут выясняется, что отставленный губернатор, точнее, ушедший в отставку, просто так уйти не может, поэтому он стал депутатом законодательного собрания Краевого, один из действующих депутатов уступил ему свой мандат, и теперь то ли он будет председателем законодательного собрания, то ли он станет членом Совета Федерации, что тоже возможно с наличием мандата регионального депутата. То есть, с одной стороны, смотрите, на волне общественного возмущения и на волне некоторого общественного давления система точечно прогнулась. То есть, да, они как-то поняли, что все-таки оставаться губернатором на своем посту после того, что произошло, невозможно. Поэтому вот он ушел и даже какое-то такое более-менее гуманоидное заявление сделал на прощание, отличающееся от всего того, что он говорил до этого. То ли потому, что проняло даже его, то ли потому, что написали ему этот текст, мы сейчас не будем в это углубляться, но тем не менее. То есть, вот, с одной стороны, сделан такой шаг навстречу общественному мнению. С другой стороны, немедленно выяснилось, что совсем уйти он не может. Вероятно, потому, что все-таки, учитывая длительность его пребывания при власти, эта область очень сильно выстроена под него. То есть, вся ее структура экономическая и политическая заточена на него. Поэтому предполагается, что если он совсем вот уйдет вот на пенсию, как-то растворится в окружающем тумане, даже при том, что этот вот преемник, это вроде как его заранее подготовленный преемник, он новый человек в области, нынешний в Рио губернатора Цивилев, но он не появился в связи с этими событиями последними, он появился заранее, то есть его готовили к тому, чтобы он действительно стал бы губернатором. То есть, даже при том, что вроде бы все идет по согласованному плану, все равно совсем исчезновение бывшего губернатора, оно, как предполагается, эту систему слишком сильно разбалансирует. И там будут солдаты НАТО. Ну, как одна. Если губернатор Тулеев не будет сесть в законодательном собрании, там будут сесть солдаты НАТО, вероятно. То, что этот его неуход, в общем, нивелирует положительный эффект от его отставки, который только что произошел, это, видимо, то ли не понимается, то ли не принимается в расчет. Одновременно, как это, в это время в другой части города, как говорили в сериале «Сэкс в большом городе», в городе Екатеринбурге местное законодательное собрание, в свою очередь, отменяет прямые выборы мэра. А там тоже в связи с этим были протесты. Прямо накануне, за день до этого, был достаточно массовый для Екатеринбурга митинг. Собственно, вчера, сегодня законодательное собрание берет и сразу в трех чтениях, потому что я особенно люблю, поскольку законотворческий процесс – это моя родная специальность, вот этот вот ускоренный порядок – это отдельный предмет моей гражданской научной неприязни. Не делайте так вообще-то никогда. Не принимайте ничего быстро. Нет такого законодательного акта, ни регионального, ни федерального, который нуждался бы в немедленном принятии. Все от обсуждения делается только лучше, а не хуже. Так вот, они принимают этот самый закон, который отменяет у них прямые выборы мэра. Что там на самом деле происходит? Начну все знают, что в Екатеринбурге мэром является Евгений Ройзман, он выбран гражданами. При этом полномочий у него, в общем, не то чтобы есть. Откровенно говоря, вообще-то их и нет. Там имеется так называемый сити-менеджер, городской администратор, который назначается местным законодательным собранием и, соответственно, который и имеет все полномочия. А мэр является фигурой, скорее, представительной. Значит, что они теперь придумали? Они придумали объединить эти две должности. То есть теперь этот самый глава города, сити-менеджер, он же мэр, он будет выбираться депутатами городской думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссии. То есть у них были две должности. Одна выборная, но без полномочий, другая с полномочиями, но невыборная. Теперь она объединяется в одну невыборную. Что тут на самом деле интересно? То, что даже такой лишенный полномочий, но избираемый гражданами мэр, все-таки рассматривается как угроза. При том, что, казалось бы, выборы ты контролируешь, медиапространство контролируешь, финансовые потоки контролируешь, результаты у тебя предсказуемые. Губернаторские выборы контролируешь, как мы видели. Губернаторские выборы контролируешь отлично и замечательно. На губернаторских выборах выбираешь своего, так сказать, ставленника федерального центра, то есть нынешнего Свердловского губернатора. Губернатора Куйвашева. Полномочий избранного мэр ты лишил. Но все равно ты не можешь не видеть в нем угрозу для себя. В Российской Федерации, нашей с вами счастливой Родине, на данный момент осталось семь столиц субъектов федерации, в которых имеются прямые выборы мэра. Перечислю эти свободные города. Да, с одной стороны, страшновато их перечислять, ну, что услышат и вычеркнут какое-нибудь. Но, тем не менее, на самом деле, кому надо, этот список и так известен. Это Абакан, Анадырь, Новосибирск, Хабаровск, Якутск и Кемерово. Томск еще. Значит, еще в 2016 году их было девять. К этому списку были еще причислены Екатеринбург и Майкоп. Значит, в Майкопе отменили, теперь в Екатеринбурге отменили тоже. Значит, ну, вот, например, в городе Кемерово, да, имеется избранный мэр. Когда этот самый избранный мэр пытался выйти к протестующим после кемеровской катастрофы, ничего хорошего из этого не вышло, слушать они его не стали. Он получил там свои какие-то 77% голосов на 78, по-моему, на последних выборах, но это как-то не особенно ему помогло. То есть даже такие вот контролируемые выборы все равно рассматриваются как непорядок. Все равно их пытаются отменить. Почему это происходит? Мы с вами говорили в прошлый раз, что чем больше ты контролируешь выборный процесс, тем ниже у себя уровень доверия. Есть такая парадоксальная, хотя на самом деле совершенно не парадоксальная, а очень понятная и прямая взаимосвязь. Вот это вот самая негативная корреляция. Чем ниже уровень доверия, тем больше ты пытаешься все контролировать. Чем больше ты все контролируешь, тем меньше граждане доверяют выборным результатам по понятным причинам, потому что они видят, как это все делается и организуется. Вообще наступление на местное самоуправление – это долгая кампания, это много лет последних у нас продолжается. И я бы сказала, что это одна из худших и наиболее дурных по своим последствиям реформ из всех, которые проводились в России последние годы. Дурных для кого? С одной стороны, для граждан и их прав, для их возможности быть представленными, для их возможности быть услышанными, для представительства их интересов во власти, а с другой стороны, как мне покажется эта сторона, для устойчивости самой системы. Местное самоуправление – это базовый этаж демократии. У нас в Конституции, в статье 12, написано, что местное самоуправление не входит в систему власти, и что структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно. Это другая статья Конституции, 131. Чем хорош этот самый этаж, когда он у вас нормально функционирует? Он хорош тем, что он позволяет вам распределять политическую ответственность. Если мы с вами посмотрим на социологические опросы, в которые граждане рассказывают, каким органам они больше всего доверяют, то уровень доверия к местному самоуправлению будет довольно низкий. Мы не будем с вами сейчас говорить, что мэры пользуются страшной любовью граждан. Дело не в этом. Вообще, если мы посмотрим на эти самые опросы, то мы увидим, что граждане склонны меньше доверять как раз тем структурам власти, с которыми они непосредственно сталкиваются. Например, граждане больше доверяют, судя по опросам, спецслужбам, чем полиции. Почему? Потому что полицейских они видят, а спецслужбы — это сериалы с телевизора. Президенту они доверяют, судя по цифрам. То же, как показывает кемеровская история, это доверие по опросам довольно плохо конвертируется в доверие в реальной жизни. То есть они тебе доверяют, опять же, в разговоре с социологами. А когда нужно выйти к ним и сказать, граждане, не волнуйтесь, официальные цифры погибших соответствуют действительности, верьте мне, расходитесь по домам, получается, что этого не получается. Это невозможно сделать. И никто ни с каким процентом не может этого сделать почему-то. Такая вот удивительная странность. Тем не менее, значит, смотрите, что сейчас мне важно сказать по поводу ценности местного самоправления для устойчивости всей системы. Да, граждане имеют максимальное количество претензий к тем, с кем они сталкиваются каждый день. Но для устойчивости системы выгодно, чтобы они могли адресовать эти претензии тем, кого они сами выбрали. Иначе, если у вас единая вертикаль, и у вас везде одни назначенцы, эти самые претензии у вас будут быстро пробегать по этой самой вертикали, приводимость к ней будет высокая. Да, наверх. Если у нас есть выбранная система, то претензий все равно будет много. Но они будут более распределены. Ну, сами выбрали. Сами выбрали, вот к ним типа и обращайтесь. Они будут к ним обращаться. Таким образом произойдет некое демпфирование. Вот этой самой энергии народного недовольства. Чем больше вы уничтожаете вот эту самую взаимосвязь, чем больше вы искажаете или вообще изничтожаете этот канал обратной связи между населением и, да, только что мы запретили произносить слово население, между гражданами и органами власти, тем быстрее это самое недовольство добежит до вас доверху. Те люди, которые борются с выборами мэров, думают, что они укрепляют систему. Контроля будет больше. Уничтожается вот эта вот традиционная линия напряжения мэр-губернатор. Мэр-губернатор вечно, значит, конфликтуют друг с другом. В особенности губернатор и мэр столицы региона. Нам этого не надо, нам порядок нужен. Вещи крамольные мэр не говорит. Мэр вообще ничего не говорит. И вообще даже никто не знает, какой, значит, мэр. Но от Ройзмана все знали, а то, что есть сити-менеджер по какой-то фамилии, который, в общем, обладает большим объемом власти. Реально-то. А при этом никто его не знает. Так вот, скажу, опять же, неочевидную мысль. Наличие мэра Ройзмана делает город Екатеринбург гораздо более безопасным для федеральной власти, чем его отсутствие. Потому что вот сейчас мэр-то уберут, люди останутся без своего, так сказать, законного представителя. И это самое их недовольство все лучше и лучше, и все быстрее и быстрее будет транслироваться ровно наверх. Так, одновременно с екатеринбургскими событиями у нас продолжаются в Московской области массовые и расширяющиеся географически протесты против свалок. Свалки стали прекрасным катализатором народного недовольства. Значит, возьмем город Волоколамск, в котором тоже происходят интересные штуки. И что там делается? Там продолжаются митинги. В Волоколамске, кстати, имеется избранный мэр, который на митинги ходит вместе с гражданами. И там имеется глава района, назначенный которого сняли по итогам первых же митингов, потому что, как сказал губернатор Воробьев, в связи с потерей диалога с жителями. Когда ему очки разбили как раз? Ему их не то, чтобы разбили, а что-то, что там... Но в результате они оказались сломаны. Да, скажем так, и их там собирались использовать еще более творчески. Мы сейчас не будем цитировать это в эфире, но, в общем, было там недовольство непосредственно выраженное. После этого его губернатор Воробьев уволил. А избранному мэру, кстати, предложили перейти на его место, но он отказался. Такие интересные кадровые новости имеются в Волоколамске. То есть что происходит? С одной стороны, происходит, еще раз повторюсь, некоторое точечное прогибание. Вот человека, который как-то плохо проявил себя на митинге, его снимают. Дают обещание, что до 14 апреля мы принимаем мусор, после 14 апреля уже никого мусора мы не принимаем. Что у нас там приедут какие-то нидерландские специалисты, зажгут факелы, сделают проколы и вообще уничтожат эти все самые выбросы и их вредные химические последствия. С другой стороны, начинается точечное же выхватывание активистов и их терроризирование. Значит, там было два активных человека, организатора митингов. Это Артем Любимов и Андрей Жданов. Значит, они вчера получили, соответственно, 15 и 14 суток административного ареста. А к этому самому Андрею Жданову пришел ОМОН в его торговые точки. Он торгует отопительными котлами. То есть вот такие вот типичные, очень характерные точечные репрессии. Значит, с одной стороны, мы вроде как стараемся уступать массовым протестам. Мы опасаемся, мы система, опасаемся особенно злить людей. Кого-то мы даже готовы уволить. При этом, вот главных, пользуясь терминологией бывшего губернатора Тулеева, Бузатеров, мы, значит... Вылавливаем и сажаем. Мы вылавливаем, мы вылавливаем. И не то, что прям вот сажаем. Но как и не под административный арест. Но нейтрализуем. Нейтрализуем, да. Административный арест — это по нынешним временам, так сказать, минимальная степень репрессии, которая бывает. Ну вот, что дает такая тактика? На коротких дистанциях она, в общем, достаточно эффективна. Одновременно она посылает гражданам, что называется, двойное послание. Вы выходите, это имеет последствия, люди не могут этого не видеть. Вышли против Тулеева, сняли Тулеева. Вышли в Волоколамске, сняли, значит, руководителя района. Что-то такое обещают сделать и с самой свалкой, и даже вот, возможно, прекратят принимать новый мусор. При этом, тех, кто активнее всего способствует этому процессу, с ними происходят какие-то нехорошие вещи. То есть, что, собственно, граждане должны понимать? Не то, что протест бесполезен, он совершенно не бесполезен, он очень даже полезен. Все улавливают, что если бы они не вышли, то свалка продолжала бы работать, и вообще никто не обратил бы на них внимания. Но при этом протест опасен. У него есть, скажем так, дорогая цена. Какой это, так сказать, какой вывод из этого граждане, по идее, должны сделать? Не протестовать нельзя. Задохнешься и помрешь. Протестовать, да, опасно. Поэтому спасение в численности, то, что называется safety in numbers, да, в массовости есть безопасность. Если вас много, то с вами ничего не будет. Но лидерами протеста, наверное, должны становиться уже наиболее отчаянные люди, которые не боятся административного ареста. И которые, в общем, готовы на эти жертвы идти. Как минимум, которые осознают эти риски. Которые осознают эти риски. Это не очень хорошее послание, потому что оно способствует не утихомириванию протеста, а его радикализации. Последнее, что хочется сказать по поводу прямых выборов мэров и их отмены. Это одна из тех реформ, которые даже по тем социологическим данным, которые мы имеем, наименее поддерживаются общественным мнением. Значит, по опросам в Екатеринбурге. Значит, у нас с вами получается, 71% опрошенных в городе Екатеринбурге у нас поддержало бы прежнюю систему власти. То есть, выборного мэра, который объединяет в себе и сети менеджера, и, собственно, мэра, каким он сейчас сделался. То есть, то объединение двух должностей, которое, собственно говоря, сделали сейчас. Но при этом эта одна должность должна разыгрываться на выборах. 62% не поддерживают законопроект, который сегодня спешно одобрило Екатеринбургское законодательное собрание. Кстати, что интересно, и уровень знаний о том, что готовится такое решение, и уровень его, так сказать, неподдержки максимально высок в возрастной категории 35-54. Молодежь и меньше знает, и в меньшей степени против. Хотя это все очень схожие цифры. Ну, например, тех, кто поддерживает вот эту самую единоличного мэра, но избираемого на всенародных выборах, в категории 18-34 их 66%, а в категории 35-54 их 73-74% практически. Это к вопросу о часто повторяемом мною тезисе. Прекратите гоняться за молодежью. То есть, не прекратите, можете за ней гоняться, но имейте в виду. Основной наш электорат, наиболее сознательный и наиболее, на самом деле, демократически настроенный, это вот эта вот самая священная категория 35-54. 40-летние и 50-летние. Хотите политической власти, смотрите на них. По стране в целом. Последнюю цифру скажу. Мнение о том, что глава администрации района, город, должен избираться на всенародных выборах, поддерживает 65% опрошенных. Это данные Левады. Соответственно, 65%, еще раз повторю, россиян в целом считают, что местная власть должна быть избираемой. То есть, тот, кто эту реформу будет в свое время проводить, может быть уверен в значительной народной поддержке. Переходим к следующей нашей рубрике. Итак, буква И у нас. Некоторое время у нас уже не было никакой адбуки, все уже позабыли, где мы находимся. Напоминаем, что мы с вами один раз не было, и одну неделю мы пропустили, потому что меня не было. Поэтому две недели слушатели могли уже как-то запамятовать. Мы находимся на букве И. Не так далеко мы с вами продвинулись по нашему длинному русскому алфавиту. Больше оказалось терминов, чем я, может быть, предполагала. Тем не менее, в прошлый раз, в прошлые выпуски, которые были у нас предвыборными, у нас были избирательные системы и избирательные компании у нас с вами освещать. Сегодня у нас продолжается буква И, и у нас один из базовых терминов всего нашего курса. Это термин «институты», под которым мы с вами будем понимать политические институты. Это, еще раз повторю, одно из основных понятий социальных наук вообще. Сразу скажу, прежде чем мы с вами начнем этот термин как-то разъяснять, что не все ученые, не все школы мысли поддерживают институциональную теорию, то есть верят в существование и важность институтов. Некоторые считают, что важны не институты, а индивидуальные акторы и их взаимоотношения между собой. Просто обращу внимание на то, что существует и такая точка зрения. В науке вообще никогда не бывает какой-то одной единственно верной теории, никакого учения Маркса, которая всесильна, потому что она верна, в свободном научном мышлении быть не может. Но это не как с геополитикой. Нет, геополитика как понятие научное не поддерживается ни одной, сколько-нибудь серьезной и верифицированной научной школы мысли. Все хорошо, просто чтобы мы понимали разницу. Да, разница есть. Есть люди, которые не считают понятие института важным для анализа политических и социальных процессов, но, скажем так, большая часть ныне действующих политических мыслителей, социологов, экономистов, политологов этим понятием пользуются, в том числе я тоже, значит, к их числу себя гордо отношу. Итак, что такое институты? Поскольку это, опять же, такая базовая вещь, объяснить, что это такое, довольно трудно, потому что, когда начинаешь это объяснять, возникает вопрос, а что тогда не является институтом? Значит, институты политические, мы сейчас говорим о них, это элемент политической системы, характерной особенностью которого является повторяемость, стабильность и устойчивость, внутренняя структура и определенное место в этой самой политической системе. Чтобы было еще понятнее, есть такая фраза, которую вы, наверное, слышали. Архитектура — это застывшая музыка. Слышали такое? Так вот, можно сказать, что институты — это застывшие процессы. Зловещая пауза. Основное качество институтов — это повторяемость. Они стабильны, они устойчивы, и для них характерны повторяющиеся поведения. Это структуры, которые поддерживают общественный порядок. Они управляют поведением индивидуумов, то бишь нас с вами. Мы с вами находимся в рамках институтов, мы сами составляем их часть, и они в значительной степени определяют наше социально-политическое бытие. Институты бывают формальные и неформальные. Политические институты большей частью формальные, хотя не обязательно. Формальные институты прописаны в законе. Большинство формальных политических институтов, собственно, в законе и прописано. Ну, например, институт — это парламент. Выборы — это тоже институт. Повторяющееся поведение. Помним, да? Политические партии — это институт. Гражданское общество — это институт. И отдельные НКО — это тоже институции. Медиа — это институты. Уф, и мы тоже. Да, вы, естественно, вы институт. Мы с вами. Мы тут все буквально. Общественное мнение по некоторой классификации является институтом. Армия — это институт, полиция, тюрьма. Организованная преступность отлично себе является институтом. Где есть повторяемость традиций и правила, там есть институционализация. Почему это так важно? Почему политологи всего мира бродят по белому свету, повторяю, как заведенные институты, институты, качество институтов, самое главное — это институты. Потому что мы знаем, что человек по своей природе — существо социальное, и склонен он к информизму. То есть, грубо говоря, он ведет себя в большинстве случаев так, как ему сказано. Человек склонен присоединяться к большинству, человек склонен соблюдать правила. В ситуации несоблюдения правил он на самом деле чувствует себя дискомфортно. Это может приводить к дурным последствиям. И разного рода стендфордские тюремные эксперименты, когда там одних испытуемых наряжали охранниками, других наряжали заключенными, и охранники начинали вести себя чудовищно, говорит о том, как может человек в рамках структуры, способствующей злу, как он легко может обращаться ко злу. Это тот же самый его конформизм, та же его адаптивность, которая на самом деле в большинстве случаев делает возможным наше с вами социальное бытие. В большинстве случаев это способствует скорее добру. Но тогда, когда ваши институты это поощряют. То есть человек может вести себя как угодно. Когда мы с вами говорим о каком-то естественном природном поведении, имейте в виду, что большинство из тех вещей, которые нам кажутся естественными, это на самом деле социальные конструкты. Поэтому институты так критически важны. К институтам, я думаю, мы еще вернемся после новостей. Напомню, что это программа «Статус» Екатерины Шульман, Майкл Наки у микрофона тоже. И вы можете смотреть нас в Ютубе, где увидите иллюстрацию, что же такое институты, которые находятся прямо за нашими спинами. А сейчас мы делаем перерыв на новости. Двухминутка, стихотворная двухминутка. Ай, давайте. Стихотворение об устойчивости институтов, которые часто переживают те общественно-политические условия, в которых они возникли. Можете чуть потешить эту рекламу? Спасибо. Михаил Юрьевич Лермантов, автор этого стихотворения об институтах. Так. Расстались мы, но твой портрет я на груди моей храню. Как бледный призрак лучших лет, он душу радует мою. И новым преданным страстям я разлюбить его не мог. Так храм оставленный, все храм, кумир поверженный, все бог. Восходит, как считается литература ведома, к афоризму Шатебриана. Бог не уничтожается от того, что храм его пуст, писал Шатебриан. Автор известной книги «Гений христианства». Надо будет тоже про него как-нибудь рассказать. Если рассматривать, конечно, церковь как политический институт, то если храм пуст, то глядишь и церкви-то и нету, церкви как сообщество верующих. Но с точки зрения Шатебриана как католика, наверное, пуст храм или полон большого значения не имеет. Но для нас с вами важно, что портрет на груди, как устойчивая институция, пережил непосредственное чувство, когда-то жившее в душе поэтом. — Красиво. — Красиво. Ну, по крайней мере, мне так кажется. — Я думаю, что все с вами согласятся. — Нам же даже кота подмечают, несмотря на его отдаленность. — Кот выдающийся совершенно. Кот — это вот ровно та деталь, которая оживляет нашу загадочную картинку. Надо будет обратить на нее внимание слушателей. — И показывает, кто стоит за всеми институтами на самом деле. — Если бы он стоял за ними, он бы как-то был... — Это хитрый план, это хитрый план. Сейчас самое-самое спрятанное надо на виду положить. — Как в рассказе Эдгара По «Потерянное письмо», которое на самом деле никто не прятал. — Так и коты думают, что они прячутся таким образом. — Все думают, что коты ни при чем, а на самом деле коты здесь самые главные. — Да. — 21.35 мы продолжаем. Я напомню, что также идет трансляция в Ютубе на канале «Эхо Москвы», где вот есть за нами доска, где изображены институты, а в центре картины есть сюрприз для самых внимательных. Мы продолжаем говорить про институты. — Да, мы продолжаем говорить про институты. Обращаю внимание, и особенно зрителей, потому что слушателям труднее, на художественно оформленную доску, на которой мы видим с вами политические институты во всей их красе. Мы видим здание, которое символизирует, очевидно, легислатуру. Мы видим вооруженных людей, символизирующих армию, как политический институт. Мы видим молоточек, символизирующий суд. И гражданское общество — один из важнейших политических институтов и присущего ему кота, без которого, как мы точно знаем, гражданское общество функционировать не в состоянии. Так вот, самое главное, что мы с вами хотим понять про институты, это то, что они устойчивы, они основаны на повторяющемся поведении. Поэтому, собственно говоря, мы с вами назвали наступление на местное самоуправление такой зловредной реформой. И по этой же причине реформа 2004 года, уничтожившая выборность губернаторов, была таким большим злом и таким отрицательным фактором, затормозившим и вообще, на самом деле, археизировавшим политическое развитие России. Потому что уничтожить институт — это хуже, чем, прошу прощения, посадить конкретного политического активиста. Люди приходят и уходят, институты остаются. Более того, институт, если они остаются, они рекрутируют тех людей, которые им нужны. Но для того, чтобы они обрели бытие и эту самую вожделенную устойчивость, которая и делает их институциализированными, должно быть вот это самое повторяющееся поведение. Поэтому, говорим мы, выборы со всеми своими несовершенствами лучше, чем отсутствие выборов. Потому что возникает весь этот вопрос. Да вот в Кемерово получил мэр 78%, а толка от него никакого. Так не лучше ли или не все ли равно отменить эти выборы и заменить его тоже назначенцем? Нет, не все равно. Придет новый мэр, будет другая ситуация общественно-политическая. Политическая культура поменяется. И этими выборами воспользуются те, кому они нужны. А вот если их вообще нету, если их долгое время не было, то создать их заново на пустом месте трудно. Пропадает институт. Пропадает институт, вытаптывается, понимаете, вот эти самые игра срутся, эти самые корни травы, из которых все вырастает. К 2004 году, к середине 2000-х годов, русская политическая культура начинала сформироваться. Люди привыкли к тому, что вообще бывают выборы, что власть на выборах худо-бедно меняется, что их мнение как-то имеет значение. А потом все это взяли и прихлопнули большой бетонной плитой с этими самыми назначенцами. Потом, когда в очень сильно урезанном виде губернаторские выборы вернули, то они уже не вернулись в той форме, в какой они были. Вот что такое ценность и устойчивость институтов и одновременно их хрупкость. То есть, понимаете, формальные институты нуждаются в формальном представительстве в законе. Когда это исчезает, когда это отменяется, то и они тоже растворяются. А завести их заново довольно-таки затруднит. У людей должна быть привычка. Даже несмотря на все эти тяжелые политические условия, мы видим, в том числе и по тем опросам, которые я приводила в первой части нашей программы, что люди помнят о ценности выборного механизма и считают его нужным, важным и хорошим. Этим тоже, кстати говоря, парадоксальным образом власть это всячески эксплуатировала на прошедших выборах президента, говоря, выбор это важно. У нас выбор не так давно. Цените это. Приходите и голосуйте. То есть, понимаете... Высокий авторитет демократии, они тоже пытаются поставить как-то себя на службу, но это-то бог бы с ним, потому что выбор это на самом деле хорошо, выбор это лучше, чем их отсутствие. И по этой же причине наблюдатели на выборах, это так важно, тоже можно услышать. Да, да какая разница, есть наблюдатели или нет, но вот они зафиксируют, что на самом деле Путин победил. Нет, не в этом дело. А наблюдатели это тоже институт внутри института? О, еще бы, наблюдение на выборах, это не институт внутри института, это отдельный институт, это функция гражданского общества. И это на самом деле безумно важная вещь, потому что, еще раз повторю, сегодня у вас один кандидат в президенты, завтра у вас другой кандидат в президенты, люди приходят и уходят. Но наличие наблюдателей делает фальсификации затруднительными, а фальсификация это порча института. А за порчу институтов надо вообще делать то, что в средние века делали за порчу монеты. Я сейчас не буду в прямом эфире рассказывать, как это наказывалось, но вообще мысль понятна, да, испортить то, что является общественным благом, а политические институты являются общественным благом. Это хуже, чем отдельного человека как-то там ограбить. Но мы против и того, и того, естественно. Мы вообще против насилия, и мы против опускания кого бы то ни было за веревочку в котел с кипящим маслом, как это делали наши средневековые предки, за порчу монеты, нет, все-таки я должна это сказать. Мы не призываем к такого рода мерам, но мы просто напоминаем, по какой причине разрушение общественного блага это больший грех, потому что оно приносит больше вреда, и оно поражает вообще еще нерожденные поколения, и их права нарушает. Приносит больше вреда, чем индивидуальное проявление насилия. Хотя индивидуальное проявление насилия это тоже нехорошо. И мы переходим к нашей следующей рубрике. Итак, как заметили наши внимательные уже слушатели, я надеюсь, не уже внимательные, а как уже заметили наши постоянно внимательные слушатели. Или те, кто стал внимательнее, пока нас слушают. Кто в процессе слушания нас обострил свое внимание, улучшил свой слух и когнитивные способности свои, чрезвычайно продвинул вверх. Так вот, эти люди уже, наверное, заметили, что две рубрики «Азбука демократии» и «Отцы» связаны друг с другом. То есть с событиями, если честно. Да и вообще вся эта программа представляет собой цепь плотно упакованных силонизм. Отличается невиданной гармонией и внутренней цельностью. Так вот, наш с вами сегодняшний отец — это один из отцов неоинституциональной теории. Человек, введший в оборот не только научный, но и публицистический, сделавший частью массовой культуры понятия института. Это Дуглас Сесил Норт, американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1993 года. Норт и Фогель, если кто помнит. Он был экономист, и он же был и политолог. Он нам с вами важен, как еще раз повторю, один из авторов неоинституциональной теории. Автор таких трудов, как институты, институциональные изменения и функционирование экономики, насилие и социальные порядки, подъем западного мира. Жил-работал в Соединенных Штатах, прожил 95 лет, умер в 2015 году. Что еще раз подтверждаешь на стезе, что ученое существование... Совершенно верно. Обратите внимание, как многие наши с вами отцы отличались завидным долголетием. Даже в самое сложное время. Даже в наиболее драматические исторические периоды. С своей женой прожил 43 года. Трое сыновей, четверо внуков. Ученые умные, будьте как ученые. Развивайте свои умственные способности, образуйте новые нейросвязи в своем мозгу, и вы будете жить долго, брак вае будет устойчив, и вам дадут, возможно, за это даже Нобелевскую премию. Так вот, что, собственно говоря, у нас с Нортом? Чем он нам с вами чрезвычайно ценен? Если вы слышали когда-нибудь такой термин, как, например, клея развития, или зависимость от клеи Path Dependence, то это тоже из Норта. Если вы слышали такой термин Increasing Returns, увеличивающиеся доходы, имеется в виду, что если вы уже, так сказать, в эту самую клею въехали и делаете что-то постоянно, то прибыль от вашей постоянной деятельности для вас выше, чем прибыль от возможной перемены. Этим Дуглас Норт объясняет, почему так затруднительные реформы. Вот он особенно много писал и говорил об этой самоустойчивости институтов, и о том, что важно их у себя завести и поддерживать их эффективное функционирование, потому что заново это делать, еще раз повторю, все тяжелее и тяжелее. Я тут напомню то, что мы с вами говорили в одном из прошлых выпусков, о том, как повторяющееся поведение делает людей более этичными и менее склонными к насилию. Помните, когда мы с вами говорили о других лауреатах Нобелевской премии по экономике, которые тоже были американцами и тоже прожили? Чрезвычайно долго, совпадение? Не думаю. А мы с вами говорили об этом эксперименте, когда об известной дилемме заключенного, когда людям предлагают некоторую сделку, связанную с тем, что если один заключенный донесет на другого или признается, то если они оба признаются, то они оба получат много, если один признается, другой не признается, то признающийся получит скидку, а непризнающийся получит, соответственно, много. А если они оба не признаются, то они оба выйдут на свободу. Это вот дилемма заключенного, очень известная такая задача, на которой много чего в экономической теории и в политической теории строится. Так вот, известно, что если у нас, так сказать, дилемма заключенного представляется разово, и люди между собой не имеют ничего общего и дальше никогда не встретятся, то предательство — это лучшая стратегия. А если они знают, что им никуда не деться друг от друга, и они, наоборот, повстречаются, скажем там, в местах лишения свободы, то лучше молчать до конца. Применительно к заключенным это выглядит все довольно безнравственно, да? Особенно если мы предполагаем, что они действительно преступники, действительно сделали что-то нехорошее. Тут в общественном интересе будет, чтобы они все-таки признались, сказали правду. Но то же самое действует и вне всяких тюремных отношений. Значит, если у вас короткая дистанция, то вам выгоднее не соблюдать договор, обманывать, воровать и убивать, схватить товар и убежать, а не не отдать его продавцу. Значит, соответственно... Но все в рамках закона мы оговоримся, а то нам что-нибудь все... Нет, 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 нет. Если у нас короткие дистанции, короткие дистанции и неустойчивые отношения способствуют в том числе и криминальному поведению, и вообще социальному поведению как таковому. Чем больше вы вовлечены в долгосрочные отношения, тем больше вы связаны по рукам и ногам, и ваша преступная натура, даже если она у вас имеется, она не вылезет наружу, потому что вы понимаете, что вам это невыгодно. В этом еще одно великое свойство институтов. Значит, одновременно... То есть, правильно, они побуждают всех вести себя хорошо. Они побуждают всех вести себя социально. Это понятная, хорошая вещь. Но тут есть ловушка, о которой Норд тоже писал. Если ваши институты неэффективны и поощряют поведение, скажем так, ненаучно выразимся, плохое. Скажем, если ваш неформальный и важнейший неформальный институт — это, например, институт Блата. Или если вы живете в социуме, в котором, собственно, организованная преступность является основным институтом, а государство у вас либо срослось с ней, мафия, стейт так называемая, да, либо государство вообще слабое и чахло, и вы находитесь в естественном состоянии людей по ГОПСу в войне всех против всех. Ну, в Сомали каком-нибудь. Например. То вот это вот плохое, опять же, ненаучно выразимся, поведение, как то, значит, там, брать взятки, покровительствовать своим, значит, врать на публике, фальсифицировать выборы, оно тоже поощряется вашими институтами и тоже становится устойчивым. То есть институтом? Это уже есть институт. Вот в рамках этого института ваше вот это вот безнравственное и, собственно, социально вредное поведение тоже поощряемо. И вам из этой колеи выбраться тоже будет довольно-таки трудно. Институты сохраняют стабильность, писал Нурт, если их поддерживают организации, заинтересованные в их неизменности. Это тоже, в общем, более-менее понятно. Эти самые организации, заинтересованные в неизменности институтов, могут переживать очень серьезные политические катаклизмы и сохраняться, и возрождаться на каждом следующем этапе. Пример спецслужбы. Не будем показывать пальцем. Пример те же самые отношения блата и связей, которыми, например, была пронизана советская элита. Во многом сохранилась. Исследования вообще показывают, что элиты устойчивее, чем может показаться. Ну, например, недавно было интересное исследование, правда, не русских историков, а англоязычных, насчет того, что Петр I, который у нас революционный большой преобразователь, порубил окном в Европу и вообще все на свете поменял, как считается, он заменил старое боярство, основанное на родовых преимуществах, на людей, преданных себе лично. Так вот, анализ властных структур до Петра и после Петра показывает довольно большое количество сохранившихся там фамилий. То есть, конечно, появились люди на этой самой революционной волне изменений, которые были новые люди, безродные, которых он, собственно говоря, к себе приблизил, там, меньшиков, какие-нибудь другие тоже были. Некоторые граждане. Они привлекают к себе внимание именно потому, что они новые люди. А потом, когда посмотришь, основная масса более-менее сохранилась. То есть, нужны уж совсем, совсем-совсем революционные изменения, которых мы никому не желаем, для того, чтобы элиты сменились. А элиты, говорит нам Доволс, Норт и многие другие, не могут быть заинтересованы в изменениях по своей природе. Элиты, они на то элиты, что они занимают социально наиболее выгодное положение. Поэтому они не могут быть заинтересованы в изменениях никогда. Когда вы слышите про политическую волю к реформам и вот эти вот все вещи, имейте в виду, элиты заинтересованы в самосохранении, институты заинтересованы в поддержании самих себя. Это так. Но если бы это было, так сказать, только так, то никакие перемены вообще не были бы возможны. Тем не менее, мы видим, что перемены происходят. Тем не менее. Значит, когда они, собственно говоря, происходят? Ну, есть революционный сценарий. Когда система развалилась полностью, то есть когда она перестает поддерживать самую себя, когда перестает выполнять свои основные функции. Государственные институты. Когда наступает этап фейлстей, после него наступает установление новых институтов. Это революционный сценарий. Сценарий революционный, он чуть получше. Мы его все, так сказать, желаем себе и другим социумам тоже. Но для него нужен не какая-то там элитная готовность, а для него нужен общественный запрос. Элиты всегда будут изменяться чрезвычайно неохотно. Но при наличии общественного запроса они будут это потихонечку делать. Но надо сказать, что чрезвычайно потихонечку. Какая мораль всего этого дела? Уважайте нобелевских лауреатов, они знают много интересных вещей. Это первое. Второе. Никогда не преуменьшайте устойчивость существующих институтов. Система инерционна, любая система, и стремится к выживанию. Поэтому, если вы склонны пророчествовать апокалипсис на завтра и смену режима на послезавтра, задумайтесь, прежде чем вы будете это делать. И последнее. Эффективные институты отличаются гибкостью. Неэффективные институты отличаются ригидностью. Чем больше ригидности, тем больше шанс развалиться. Чем больше гибкости, тем больше шанс адаптироваться. Доказано наукой. И, кстати, это к вопросу все о том, почему многие удивляются, что вот, значит, было КГБ, СССР развалился. Как же так получилось, что есть реплицирующие формы какие-то? Вот институты прочные. Потому что структура была. Институты стали проверять. Структура поддерживает существование института. Вы тоже, дорогие товарищи, можете пользоваться этим священным принципом. Если у вас есть какая-то цель и какой-то интерес, создайте организацию. Организация переживет вас, политическую формацию, смену времен года, много чего она переживет. Создайте самовоспроизводящуюся структуру. А какая структура самовоспроизводится, которая не заточена на лидера, а действует по правилам? И теперь мы переходим к нашей заключительной рубрике. Я напомню, что вопросы я отбираю непосредственно перед эфиром. Мы собираем их в день эфира на нашем сайте Эхо Москвы и в социальных сетях, в аккаунтах Эхо Москвы там, в Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассниках под соответствующими постами. Я их отбираю, Екатерина их не видит и никак не может влиять на их отбор. Начнем с первого вопроса, такой разминочный, очень быстрый, практически блиц вопрос, но слишком часто мне его задают, не могу его не задать. В этот раз его сформулировал Иван Светунков. Не подскажете ли им какую-нибудь хорошую книгу политологии, в которой, понятно и доступно, давались бы основы? Оговорюсь я сразу за него, не Аристотеля. Черт, только хотел с языка снять, только хотел посоветовать всем политику Аристотеля. Спрашивают меня об этом часто, есть ли хороший учебник по политологии и чего бы почитать. Наверное, есть, мне он неизвестен. Из этого не следует, что все учебники по политологии плохие, может быть, это говорит о моем низком уровне знакомства с литературой. Значит, если хотите чего-нибудь такого понятного для восприятия, близкого к актуальному контексту, и при этом политологического, есть книга Владимира Гельмана из «Огня да в полымя». Значит, она про политическую трансформацию в России, постсоветской России. Она на английский язык переведена, на русский язык переведена. Одна из наиболее популярных, так сказать, книг по политологии, из тех, которые продаются. А тоненькая, большой плюс. Многие такие сразу. Да, да, да. Вот что называется для вступления в бескрайнее море политической науки, при этом, чтобы не отрываться очень сильно от знакомых вам реалий и не уходить в очень-очень сильно теоретические вещи, потому что есть труды по политической теории, но вам, что называется, сначала может быть сложно. Возьмите вот эту самую книгу. Владимир Гельман, один из самых почтенных наших академических политологов, таких вот не комментаторов новостей, а настоящих, которые науку двигают вперед. Поэтому это серьезная наука, при этом это все достаточно популярно написано. А потом можете пройтись по всем отцам, которые были, еще будут в нашей передаче. Ну, так, для закрепления. Переходим ко второму вопросу. Женя Расти спрашивает следующее. Говорит, у меня вопрос о количестве сотрудников в какой-либо государственной структуре и корреляцию с ее эффективностью. Существует ли она? Из данных по полиции, которые вы постоянно приводите, можно сделать вывод, что такая корреляция существует, и она строго отрицательна. Если это так, то в чем заключается ее механизм, и где тут предел, когда численность сотрудников начинает отрицательно влиять на эффективность к структуре? Ну, сократим, в общем, чем больше, тем лучше, или есть какие-то правила? Понятно. Значит, сначала скажу по поводу статистики, которую я постоянно привожу. По поводу нее почему-то очень много возникает вопросов. Давайте уточним формулировку и скажем то, что является, так сказать, математически подтвердимой истиной. Россия находится на первом месте в мире по числу сотрудников полиции на тысячу населения среди стран больше 50 миллионов человек, в которых проживает больше 50 миллионов человек. Почему это важно и точнее? Потому что я говорила много раз, что вообще на первом месте Ватикан. Если мы посмотрим по какой-нибудь англоязычной Википедии эту самую таблицу, где сколько полицейских, мы увидим, что в ее первой части ужасно много малых стран. Так получается. Это очень затуманивает общую картину. Поэтому нам имеет смысл сравнивать Россию со странами нашей лиги, что называется, нашего размера, крупных. Так вот, если мы возьмем страны с населением больше 50 миллионов человек, то тут мы с вами будем на первом месте с довольно значительным отрывом от следующих стран. Там дальше идут США, Германия и Китай. Так вот, мы их всех обгоняем. Значит, смотрите. Ни прямой, ни обратной корреляции нет. Нет вообще такого понятия численности организаций. Организации бывают совершенно разные. Бывают маленькие, там НКО, в которых три человека, а бывают огромные государственные структуры, в которых сотни тысяч человек работают. А дело вот в чем. Когда мы говорим об оптимальной численности именно государственных служащих, я так понимаю, что вопрос все-таки об этом, то тут важно не столько число как таковое, сколько распределение этих человек. Вот мы с вами только что сказали, что у нас дико много полицейских. Прямо вот мы, полицейское государство, по этому параметру точно. При этом я вам могу сказать, что участковых у нас не хватает. Мало у нас участковых, нам их надо больше. Если мы посмотрим на пирамиду этой самой структуры, то мы увидим довольно большое количество начальников и еще большее количество второго эшелона людей, обслуживающих этих начальников, их заместителей, их пресс-секретарей, аналитиков, СММщиков и так далее, директоров департаментов в центральных аппаратах. То есть, если это представить в виде фигуры, то у нас будет фигура с довольно большой головой, с огромным воротником под этой головой, или шеей, которая шире ушей, если так анатомически это все себе представлять. А дальше она сужается к таким довольно маленьким чахлым ножкам. Это же самое касается практически любой государственной структуры. Людей, работающих непосредственно с людьми, мало и не хватает. В центральном аппарате те, кто работают с бумагой, с отражением жизни в бумаге, как Алексей Александрович Каренин в романе Анна Каренина, вот их много, и они именно увеличиваются. После каждой реструктуризации, после каждого так называемого сокращения, количество их вырастает, потому что сокращение происходит где? Первым делом сокращаются пустые ставки, вторым делом сокращаются пенсионеры, что абсолютно бессмысленно, потому что никакой связи ни прямой, ни обратной между возрастом человека, эффективностью и ее работы не существует. Иногда люди хорошо работают, потому что они опытные, иногда плохо работают, потому что они старые. Сказать это априори невозможно. И сокращаются наиболее низкооплачиваемые места. Или наименее высокоплачиваемые. В общем, дело не в количестве. Это дело не только в количестве, дело в основном в распределении. Но, в принципе, разбухание административного аппарата, да, это свойство неэффективных политических систем, которые вообще склонны бюрократизироваться. Бюрократия создает работу сама для себя, выбивает бюджет сама для себя, сама себе выписывает бюджетное финансирование и, естественно, растет. Минута у нас остается. Вопрос очень интересный. Остался Михаил Кашаев, спрашивает. Скажите, почему граждане за всех сил отказываются вести связь между своей жизнью и жизнью государства в целом? Пример. Мать может искренне поддерживать военную программу и милитаристские настроения родного государства, но при этом ни за что на свете не согласится отдать сына на войну. Для нее это абсолютно разные, никак связанные моменты. Замечали ли вы такое? Есть ли такая вещь? Есть такое, есть такое. Нельзя людей в этом обвинять. Для того, чтобы увидеть эту связь, нужно подняться на довольно высокий уровень обобщения, на высокий уровень абстракции. Для этого нужна привычка к рефлексии и к абстрактному мышлению. Это очень трудно. Люди, которые заняты в основном своей жизнью, они совершенно не обязаны так широко мыслить. Для этого есть мы с вами. Собственно говоря, проститическая функция в этом в основном и заключается. Понимаете, когда ваша гипотетическая мать говорит, что да, я поддерживаю усиление нашей армии, она представляет себе какую-то картинку из телевизора, которую ей показали. Нападение НАТО. Нападение НАТО. Прекрасные мультики с летающими ракетами, которые ей продемонстрировали по итогам послания президента к федеральному собранию. В общем, какие-то рекламные ролики разного типа. Наши с вами государственные новости представляют собой набор рекламных роликов. А когда свою кровиночку в армию, то она представляет совершенно другое. Как он поедет в холодном вагоне, заболеет пневмонией, потом его побьют старослужащие и вообще вернется он к ней в цинковом гробу по частям, не дай бог. В ее голове это разные вещи. Тут это некое теоретизирование, и тут она хочет дать правильные ответы и присоединиться к воображаемому большинству. А тут это своя рубаха, которая ближе к телу. Очень высоким уровнем гражданской сознательности надо было дать, чтобы связать эти две вещи между собой. Пробуждение этой самой гражданской сознательности — цель просветителя. Это была программа «Статус» Екатерина Шульман и Майкл Наки. До встречи через неделю. Спасибо большое. Спасибо.